Безумная мудрость В пещере, созданной в склоне Гималайских гор, молодой тибетский настоятель монахов записал свои размышления о том, как он видел состояние мира и что с ним может произойти. Это было в 1968 году. Несмотря на то, что я живу в грязи и нечистотах Черного века, несмотря на то, что я застрял в густом, темном тумане материализма, Традиция медитации угасает, и мы опьянены духовной гордостью. Грусть всегда вместе с нами, и бесперерывная подавленность чувствуется в наших умах. Китайцы вторглись. Было время до этого вторжения, когда Тибет был духовным раем, но сейчас это место как преисподня. Все шло к тому, что учения будут потеряны, если они не смогут переместиться на запад. Его цель в жизни была сделать это перемещение. Он был настойчив в том, что никогда не разочаровывался ни в ком, не сдавался показывать нам весь человеческий потенциал. Еретики и разбойники надежд и страхов трансформировались в безумную мудрость. Жизнь Чагяма Трунгпа Ринпочи Безумная мудрость — это прямой перевод с тибетского языка, который известен как Еше Чоба. Еше означает мудрость. Чоба — дикое. Так что в этом случае это безумие, ставшее мудростью. У нас был диалог, кажется, в 1972 году в Сан-Франциско. Мы сверяли наши маршруты, и я сказал, «Ты не устал от постоянных поездок?» Я уже немного устал от этой беготни. Он сказал, «О, это потому, что ты не любишь свою поэзию». Я сказал, «Что вы знаете о моей поэзии?» Он сказал, «Почему ты не поступаешь, как великие поэты древности, такие как Милорепа? Почему ты просто не поднимешься на сцену и сочиняешь, исходя из общей атмосферы? Почему ты нуждаешься в кусочке бумаги? Ты не доверяешь самому себе?» Чагьян Трунгпа был признан реинкарнацией мастера в возрасте 18 месяцев. В это время ему присвоили титул «Римпочи», что означает «Драгоценный бриллиант». Действительно, это поколение было последним, которое было способно получить полное, законченное обучение в Тибете с великими учителями. У моего отца освоение медитации и остального стало ускоренным. Оно становилось гораздо интенсивней. Учитель Чагьян Трунгпа был чрезвычайно высоко реализованный человек. «Кинпо Гангшар Вангпо», что означает «Владыка всего, что возникает». Монахи часто сидели с четками, отбивали такт, читали мантру «Ом мани падме хум», «Ом мани падме хум», «Ом мани падме хум». И Кинпо Гангшар подходил и выхватывал четки из рук монахов, рвал их на части и говорил «Ом мани падме хум», «Настойчивость», «Ом мани падме хум», «Преданность», «Ом мани падме хум», «Неведение». Таким образом, он помогал монахам преодолевать их механическую практику. «Вы должны поехать и увидеть его». Я не выдерживаю. Я всегда убегаю. Я приезжаю в Тибет, чтобы увидеть его. Если он решает что-либо сделать, то меня это ужасает. Монастырь Сурманг. Рисунок Чагьяма Трунгпа. Китайцы, представляющие их доктрину как коммунизм, осознают, что они не могут внушить свои идеи кому-либо по сути и основательно, так что им приходится использовать более сильное давление. Сурманг был атакован. Китайские солдаты врывались в библиотеки и выбрасывали все ценные книги. Все сокровища-святилищ, сделанные из драгоценных металлов, были расплавлены и отправлены в Китай. Они даже разрушили усыпальницу Тенц Трунгпе и оставили забальзамированное тело открытым. Отрывок из книги, рожденный в Тибете, Чагьяма Трунгпе. Кенпо Гангшар говорил людям, «Все, что мы делали здесь в рамках буддизма, завершено. Этому пришел конец». Кенпо Гангшар сказал, «Мы не способны сражаться с китайскими коммунистами и нам необходимо сдаться». Это было предзнаменование сдачи китайцам. Я был вынужден покинуть родную страну. Нас было 300 человек в группе. Понадобилось 4 месяца передвижения на лошадях и 6 месяцев пешком для того, чтобы достичь Индии. Несмотря на то, что Чагьям Трунгпе был очень молод, он точно знал, что нам необходимо делать, чтобы спастись. И каким-то образом, я не знаю как, он справился. Он не имел даже компаса, у него был только хороший бинокль, так что мы могли смотреть на большие расстояния. Нам приходилось прятаться в течение дня и идти по ночам через горы и ледники, а затем идти через реку. Когда мы достигли другого берега, мы знали, что китайцы везде расстреливают из пулеметов. Тяжелым испытанием стал недостаток еды, и люди умирали от голода. Когда у нас действительно закончилась еда, мы начали варить наши кожаные сапоги, рубили их на куски и варили. Я помню, как жевал их, это было так отвратительно. Если мы атакованы, мы не должны убивать никого из китайцев. Мы не должны воровать имущество у людей в течение всего пути. Среди нас не должно быть никакой разобщенности. Отрывок из книги Чигяма Трунква, рожденный в Тибете. Каждый из нас имел оружие. Но никто из нашей группы никого и ничего не убил. 17 января 1960 года. После 10 месяцев похода из первоначальной группы в составе 300 человек пересекли границу Индии только 13. Некоторые умерли от голода, другие были застрелены, арестованы или просто пропали без вести. Оставшиеся следовали за Трунквой и добрались до безопасного места месяц спустя. Военно-воздушные силы Индии переправили Чигяма Трункву с границы на свободу. Когда начнут летать железные птицы, буддизм распространится на землю красных людей под Масамбава. 800-й год нашей эры. Моя работа посвящена тому, чтобы представить Западу понимание просветления. Мир не идет к спасению только с помощью одних религий, но он может быть спасен также с помощью мирского просветления. Этот мир нуждается в вашей помощи так сильно, очень сильно. И от имени всего мира я хотел бы попросить вас сделать что-нибудь для него. Требуется невероятная вера людей, чтобы создать просветленное общество. Вы не можете оставаться равнодушны. Такая вера была не потому, что мы были удивительными людьми, а из-за того, что у Чигяма Трунквы было врожденное уважение к мудрости Вселенной. Главная суть — это жизнь. Не быть трусом. Не бояться смотреть на вещи, как они есть. Не бояться быть достойным. не бояться улыбаться. Не бояться осознавать, что мы изначально все добры. Как говорят американцы, не трусь. 1963 год. Чигям Трунква получает грант на учебу в Англии. Когда я впервые встретила его, он был еще монахом. Носил монашескую одежду, мне показался чрезвычайно молодым и почти бесплотным. Как будто он мог в любой момент превратиться в свет. Он был немного похож на цветок, на красивый цветок. Все его действия были, так сказать, непорочны. Сейчас я не могу вспомнить, что он действительно говорил. Но мы были переполнены чувствами от его присутствия. Кажется, немного наивно говорить подобное, но в нем было что-то очень особенное. Дхарма – совокупность учений, которые используются для познания сути вещей. Это было время, когда он изучал то, как именно будет учить. Я думаю, что он тогда еще до конца не понимал, каким образом он будет учить западных людей. Ренпоче вел разные курсы с целью ознакомиться с западной культурой. Он старался собрать разный опыт страдания людей, которые живут на Западе, пропуская его через себя. У него было такое чувство, как будто он хотел проникнуть в нашу маленькую миску страданий и сказать «вот что происходит», и быть способным найти слова, которые мы сможем понять, которые нам будут доступны, которые позволят нам сказать «да». «Трунг по Ренпоче» и «Оконг Ренпоче» создали Самье Линг в Скотлэнде, первый центр тибетского буддизма на Западе. Появилась статья в газете «Телеграф», в его иллюстрированном приложении, где была фотография на всю страницу «Струнг по Ренпоче» и «Оконгом Ренпоче», которые стояли на переднем плане на лужайке. И когда я увидел это, я подумал, я должен быть вместе с ним. Так что я оставил мою работу, мой дом и переехал в Аксальмюир. Я учился в Кембриджском университете и решил, что мне будет по душе уйти и жить вместе с ним. Я прибыл на станцию Локерби поздной ночью. Не было никакого общественного транспорта, с помощью которого можно было добраться до Аксальмюира. Так что я пошел в Самье Линг пешком. Мне было необходимо пройти около 27 километров. Я думаю, у меня это заняло где-то 6 часов. Его предписание для меня были всегда такими, что серьезные изменения должны быть внутри, а также, что без медитации прогресс невозможен. Обучение иногда могло происходить в процессе разговора в его комнате, иногда поздно ночью. Это были те моменты, когда я узнавал больше, чем в другие. Некоторым из нас это создавало проблемы, потому что по утрам приходилось просыпаться позже и пропускать утреннюю медитацию. Ринпоче покинул Самье Линг, сменил монашескую одежду на обычную и много бродил по Лондону. Говорил, что любит кинотеатры, потому что они были в темно-красном бархате. Это напоминало ему Тибет, давало то тепло, которое не хватало. Я работал в офисе как переводчик, когда он предложил мне быть его личным секретарем. Он сказал, что планирует поездку в Бутан и Индию и после спросил меня, не хочу ли я поехать с ним. И, конечно же, я ответил «да». Я прибыл в Бутан по приглашению королевы Бутана и там я отправился в одиночное уединение в пещере Токцанг, где в свое время практиковал падмасамбава. Ринпоча сказал, что есть предположение о том, что в этом месте гуру падмасамбава бросил вниз свои хрустальные четки и затем превратил их в водопад. 800-й год нашей эры. Великий индийский святой падмасамбава. Он остановил межплеменные войны для того, чтобы принести буддизм в Тибет. нахождение в Токцанге не было самой впечатляющей идеей на первый взгляд. Что это за место? Я предполагал, что здесь будет великолепно. Что здесь происходит? Может быть, это не то место, которое я должен был выбрать. Может быть, Токцанг в другом месте, настоящий Токцанг. Но это место действительно имеет колоссальную энергию и силу. Начали проявляться определенные осознания. Несмотря на то, что я живу в глизи и нечистотах черного века, несмотря на то, что я застрял в густом, темном тумане материализма, Садхана прошла без всяких проблем. И у меня заняло пять часов, чтобы записать все осознания, которые ко мне пришли. Дхарма используется для личной выгоды. И река материализма выходит из берегов. Везде преобладает материалистическое мировоззрение. Когда Садхана возникла в его уме, понимаете, это была реализация. То, что он записал, было связано с потерей духовных ценностей. Мы видим, сколько вреда причинили планете из-за концепции материализма. Это лицемерие потрясает. Трункпа возвращается Трункпа возвращается в Скотланд с текстом, который он написал в пещере под Масамбавы. Трункпа Ленпоче прибыл на запад с целью передать аутентичное учение буддизма людям запада. Аконг хотел, чтобы центр Самье Линг в Скотлэнде стал местом, куда могут переезжать беженцы из Тибета и находить прибежище. Таким образом, они имели кардинально разные мировоззрения. Вот почему между ними возник сильнейший конфликт. Люди были очень расстроены, потому что он перестал обучать. Люди нуждались в учителя, чтобы удовлетворить свою духовную жажду, так, чтобы они могли сказать, «Я являюсь учеником Трункпа Ленпоче. Он ведет меня по пути освобождения». Но затем они были и обнаруживали, что он ничего не делает. Он просто пьян или пытается обольстить мою девушку, или ведет себя совершенно возмутительно. Это было абсолютно будоражаще, когда я впервые увидела его. Ранее я никогда не имела подобного опыта. Я училась в школе Кембриджа и должна была найти варианты, как увидеть его. Полагаю, я провела с ним время не менее 24 часов. Я думаю, это было первый раз в моей жизни, когда у меня был стопроцентный контакт с каким-то человеком. Он сказал, «Может быть, мы когда-нибудь поженимся?» и я ответила, «Да, я с радостью бы это сделала». Им было необходимо сделать покупки, и они должны были поехать в соседний город. Отчасти это была мысль Трунгпы сесть за руль на обратном пути. Они были оба безнадежными водителями. Они никогда не знали, что такое дорога и автомобильный трафик. Они не росли в этом. Я всегда знал, что не стоит пускать тибетцев за руль. Я слышала, что он был не лучшим водителем в мире. Он ехал на машине с девушкой. Я не знаю, было ли причиной алкоголь или нет, но машина вышла из-под контроля и нацела в окно от вечного магазина. Трунгпаренпоче лежал на койке в палате с большим швом на горле. Он порезал себе горло и через некоторое время было обнаружено, что у него парализована левая сторона тела. Он испытывал сильную боль и потребовалось достаточно большое количество времени перед тем, как он смог начать хоть немного двигать свою левую часть тела. Он не мог готовить себе еду самостоятельно или, например, заправлять кровать. Не скажу, чтобы я помнил, что он хотел заправлять свою кровать, но... когда ты находился около него, то понимал, что он преодолевает огромные трудности. Я думаю, этот конкретный период в Шотландии был самым мрачным в его жизни. До этой аварии Друнг Паренпочи говорил о дилемме, которую он переживал. И название для этого он использовал «Золотой Будда на пьедестале». Наша основная задача — быть способными полноценно обучать западное общество. И также с помощью основных увлечений западных людей. И когда вы говорите с ними, пребывая в монашеской одежде, они не смотрят на вас, они не слушают вас. Они смотрят только на вашу одежду. Люди просто не могли принять этого. Я думаю, они находили в этом угрозу. Англичане со своим чувством этикета возможно хотели видеть, так сказать, маленького милого гуру. В то же время тибетцы хотели, чтобы он носил монашескую одежду, укрывался за ней с каким-то скрытым чувством превосходства. А он был абсолютно свободен и был тем, кем он является. Он сказал мне, что находится в критической точке его жизни. Он сказал, я близок к тому, чтобы стать просветленным. Когда люди приближаются к этой точке, они либо становятся сумасшедшими, либо достигают реализации, что, конечно, заставило меня немного беспокоиться, ведь я только что недавно вышла за него замуж. Затем все произошло довольно быстро. Казалось, что это стало катализатором изменений, новым появлением в мире безмонашеской персоны. И все остальное, как говорится, это уже история. Что заставило вас посвятить себя ему на три года, быть около него? Это не было посвящением себя. Звучит так, как будто я сделал что-то значительное. Нет, это не было посвящением себя. Я не считал, что я посвящаю ему свою жизнь. Я действительно любил находиться около него. И это было 40 лет назад. Он был хорошим другом. Знаете, он ушел, но он хороший друг. Так что не было никакого посвящения жизни. Это просто происходило естественно. Да, вот это для таких случаев. Вот так. Он пришел и ушел. Шамбала. Древние учения о том, как создать просветленное общество, основанное на смелости и сострадании. Он встретил других прекрасных ораторов, которые близки ему по возрасту, с которыми он был знаком еще с Тибета. Трунг Паринпоче приехал в Индию и сказал им, что вы теперь будете делать? И он вытащил свое зеркало, маленькое металлическое зеркало, которое он носил на шее. Зеркало было его способом видеть будущее. И он начал смотреть в это маленькое металлическое зеркало и описывать Шамбалу. Он сказал, это было так, если бы я был там и не мог видеть. И это был единственный намек на то, что он на самом деле едет в Америку, чтобы найти Шамбалу. Прекратите бомбардировку людей, животных и растений. «Если Иисус Христос был здесь сегодня ночью, вы не посмеете сбросить следующую бомбу». Это были беспокойные времена и время страстного поиска смысла. Это было связано с противодействием войне во Вьетнаме и роли США в виде агрессора. Мотивация для радикальных политических действий заключалась в некотором осознании о человеческом освобождении, о том, что у людей огромный потенциал к свободе, к свободе самовыражения, к свободе эмоций, к свободе мыслей, о том, что у людей была личная заинтересованность в пути развития, о том, что личная и политическая свобода могут быть не разными вещами, а на самом деле частями одного пути, одного процесса. 1970 год. Барнетт, штат Вермонт, США. Первый медитационный центр, основанный Чагьямом Трунгвой в США. Лето 1970 года. Все еще продолжается лето любви. Мы обменяли наши дома на машины и решили сделать автопутешествие. Все это превратилось в сумасшедшее психоделическое лето. Как-то мы остановились перед грязной чумазой фермой, где стояли сломанные машины и стиральные машинки перед домом, и вокруг гуляли хиппи. Мы постучались в дверь ветхого и исхудалого дома, и там была женщина, Френ, и она спросила, «Чем вы занимаетесь?» Я ответил, «Я художник». Она сказала, «О, мой Бог, идите за мной прямо сейчас». И она привела меня к задней комнате, открыла дверь и сказала, «Я нашла его». Он ответил, «О, я ожидал вас, садитесь». Он попросил ее найти человека, который может рисовать. Это была выходная программа, которая называлась «Работа, занятие любовью и деньги». Я сказала, «Я заинтересована в этих вещах не обязательно в том же порядке». Я не думала о нем как о буддисте. Я имею в виду, я не смотрела на это как на буддизм или как на другую любую религию. Я просто думала, что это человек, который говорит правду. Он был проницательным и мог показывать суть происходящего. Когда мы говорим о тантрической традиции, мы не говорим только о сексе, агрессии, красках, феноменальном мире. Мы еще не говорим об этих областях. Пока. Нам следует быть очень, очень заинтересованными в основах всей традиции, нежели в идее. Все будет хорошо и клево, не беспокойся. Если ты беспокоишься, это твои проблемы. Но если ты не беспокоишься, все будет хорошо. Давайте вместе танцевать, включать музыку и пить молоко с медом. Это не работает. Он начал рисовать эту букву. Она звучит как А, которая является биджи-мантры и символизирует рождение всего, что есть. Это одна из самых важных биджи-мантр. Кратко изложить ее смысл, можно как точка в пространстве. Так я сидел там два часа, и он знал, как работает глаз, знал геометрию, он знал об отечелле. И чем больше это продолжалось, тем больше я понимал, что это один из самых великолепных опытов. Я думал, что он просто художник и хиппи, тибетский хиппи. Он погрузил себя полностью в американскую культуру, как только переехал сюда. Это не было чем-то надуманным. То, что он выглядел как хиппи, вел себя как хиппи. Не потому, что он хотел найти общий язык с хиппи. Он просто был абсолютно увлечен всем, что делают люди. Он хотел, по сути, все это впитать в себя. Как-то раз я был озадачен вопросом, необходимо ли соблюдать целебат на духовном пути, потому что я изучал индуистские тексты о йоге, и там говорилось о том, насколько целебат важен для медитации. И как только я начал записывать этот вопрос на своем небольшом листке, постучали в дверь, и это была Диана. И он сказал ей, «О, заходи, дорогая». Она была едва укрыта желтым банным полотенцем, так что я не знал, куда мне смотреть, то ли вниз, то ли вверх. Затем он поцеловал ее и сказал, «Я скоро вернусь в постель, дорогая». Так что она ушла, а я так и не задал свой вопрос. Он учил тому, как быть человеком. Он никогда не говорил, «Следуй за мной, имитируй меня». Он говорил, «Я есть тот, кто я есть, и я хочу помочь вам понять, как быть теми, кто вы есть». И он говорил, «Просто изучайте дхарму, которая, по сути, является доверием тому, кто вы есть, открытием собственной фундаментальной доброты, природной мудрости, открытием того, насколько важно быть сострадательным. Это никак не связано с религией». Местом для медитации был чердак старого фермерского дома. И столбы, которые, как мне казалось, поддерживали крышу, стали любимыми местами для людей, которые прислонялись к ним во время медитации. Так что они могли дремать или держать себя прямо за счет них. То есть, это было проявлением определенной лени. И в один день мы пришли в место для медитации и увидели, что столбы исчезли. Это сделал он. Он был там двумя неделями ранее и сказал, «Уберите их, не рассказывая нам об этом». Это то, каким образом он поступал. Это всегда было мягким поворотом винтика, ничем-то большим, как скользящее сидение, которое внезапно уже таковым и не являлось. И ты мог действительно на нем сидеть. Это фотография двери ретритного центра Карма-Чулинг. Знаете, это просто была белая дверь потрепанного и дряхлого фермерского дома. И он сказал, что хочет раскрасить ее в качестве входа в Дхарму на Западе. Это было очень важно. Он объяснил мне геометрию, священную геометрию, и как это пересекается с устройством глаза в виде палочек и колбочек, которые в самом деле связаны с паттернами геометрии, и каким образом геометрия двери попадает в глаза и посылает определенные сигналы твоему мозгу. Мы никак не могли найти краску бирюзового цвета. Мы оставили все материалы на веранде, и там была маленькая пятилетняя девочка, которая играла недалеко от дома. Когда мы ушли под палатку, где проходило обучение, она вылила все краски в одно ведро, и когда мы вернулись, она уже все смешала, и это был совершенный бирюзовый цвет. Становилось темно, и Чагьям сказал, «О мой Бог, это просто идеально!» Так что мы собрали все машины с включенными фарами и направили их на веранду, после чего он сел и начал руководить моей покраской веранды в бирюзовый цвет. Существует легенда о Будде. Везде, где он ступал, вырастали цветы лотоса. Практически, где бы не был Чагьям Трунгпа в Америке, везде расцветал тибетский буддизм. Трунгпа сделал голод Болдер в штате Колорадо, центром своего сообщества. В самом-самом начале, может быть, в первый год, он пригласил все сообщество, которое может поместиться в его комнате, и попросил принести с собой мешки с марихуаной, наркотики. Половина людей подумала, «Вот это да, этот учитель такой великолепный, он хочет покурить вместе с нами». Все пришли и пребывали в веселом настроении. Он попросил всех положить марихуану на большой поднос в центре. Там горело прекрасное пламя в камине, это было уютно и красиво. Он начал разговаривать со всеми, приветствовать, и после этого один за другим отправлял эти мешки в огонь, который издавал искры и хлопки. И потом он начал говорить, «Мы сжигаем самообман, мы сжигаем самообман, мы сжигаем самообман». И дрова вспыхнули. Предположим, что вы, так называемые вы, поскольку мы не знаем, существуем ли мы вообще или нет, но так называемые вы становитесь просветленными. И что дальше? Конечно, автоматический ответ, что после просветления мы станем Буддой, одним из просветленных. вы станете самовлюбленным человеком. Вы становитесь самовлюбленными людьми. Не только вы столкнетесь с тем, что будете думать о том, что вы можете стать Буддой самостоятельно. 10 июня 1974 года. Трункопа основывает Институт Наропы, первый буддийский университет в западном полушарии. Институт Наропы летом 1974 года был своего рода квинтэссенцией того времени, подобно тому, что случилось на фестивале Вудсток. Знаете, это внезапно превратилось в огромное движение. Это происходило по всей стране, и все это случилось в один момент. У нас не было помещений, не было столов, не было телефонов, не было канцелярских принадлежностей, но у нас была идея. Мы приглашали религиозных деятелей, в том числе учителей коренных жителей Америки, зен-учителей, индийских учителей. Мы приглашали суперзвезд, таких как Рамдас, который прибыл со своей свитой любви и молодости, так мы их называли, одетые в белые. В этом месте были люди, которые не увлекались религией, такие как Грегори Бейтсон. Мы приехали в Институт Наропы, чтобы постараться понять, что это такое. Он пригласил поэтов, и в их числе был Аллен Гинсберг, и Аллен был человеком поэзии в Институте. Аллен, вы относитесь к американскому джазу, блюзу, рок-н-роллу? Как к имеющим возможности? Возможно, джаз имеет больше возможностей, чем блюз, а блюз имеет возможностей больше, чем рок-н-ролл. Почему вы так считаете? Что ж, этот вопрос на самом деле потворствует индивидуальному чувственному восприятию. Это слишком Кока-кола ориентированный вопрос. Ну, я думаю, вы имели опыт ощущения возвышенности, спокойствия и уравновешенности в каких-либо песнях рок-н-ролла? К сожалению, нет. Я пытался, с этим было очень сложно справиться, но я пытался очень сильно. В какой-то момент я думал, что я что-то теряю, а затем выяснилось, что абсолютно ничего не теряю. Он любил поэтов, артистов, неудачников. Он никогда не казался тем, кто хотел господствовать в институте с точки зрения управления. Он мог продолжать говорить на тему летящих искр. То, что мы делали, это соединяли вместе Восток и Запад. И это было отчасти созданием нового гибрида. И он говорил, что люди часто думают о создании чего-то наподобие дипломатических отношений между Западом и Востоком. Но он этого абсолютно не хотел. Он хотел поддерживать целостность каждой традиции и сталкивать их друг с другом, чтобы летели искры. Вода такая прекрасная, такая прекрасная. это похоже на любовь. Когда я прибыл в Наропу, график был уже утвержден. И мои занятия поставили на понедельник, среду, пятницу. Примерно так. и Трунгпа, у него были занятия во вторник, четверг и субботу. Мы оба шли к истине, и его путем к истине был буддизм, а моим путем к истине был индуизм. Людям нравились обе стороны. И я был поражен. Они как будто были на матче по теннису. И это выглядело вот так. Знаете, Трунгпа сказал, вот это, а Рамдас другое. Если мы начнем дискутировать на тему духовности в этом ключе, на этом конкретном занятии, то я чувствую неврозность. И вам следует тоже, так как мы не создаем взаимного обмана между друг другом. Мы создали этот термин «духовный материализм». Духовный материализм, который направлен на реализацию личного эго, когда вы используете мантры, чантинг, медитации и все остальное для того, чтобы сделать себя более великой и сильной личностью. Он не читал никаких лекций в первые пять, шесть или восемь лет без напоминания людям о том, насколько глупо было держаться за духовность в стремлении сохранить себя такими, какие они есть. он был суров с точки зрения неустанного разрушения всего, что ты можешь использовать для цепления за эго. Разрешите нам смеяться над эго, но разрешите нам построить наш дух. Дух в данном случае любопытство о том, что что-то могло произойти, как вероятность того, что что-то происходит сейчас. Но подход эго — это «будет ли мне хорошо? Следует ли мне это сделать или не сделать? Если я это получу, сколько это будет стоить?» Трунгпа был головой, а я был сердцем. Такими понятиями, как душа, Бог, Рама и Кришна. Это казалось слишком громоздким по сравнению с ним. Очень важно сделать практику медитации источником вашей силы, источником вашего интеллекта. Подумайте об этом. Знаете, это хорошая возможность, когда вы можете сидеть и ничего не делать в течение 20 или 10 минут. Просто сидеть и ничего не делать. Вы можете думать об институте Наропы, пока вы сидите, если хотите. Вам не следует смущаться, когда вы рассказываете своим родителям, родственникам, друзьям, что вы усвоили очень важную мысль, которая заключается в том, что вы можете выжить, ничего не делая. Ринпочи великолепно владел английским языком. Он сказал, что английский – благословенный язык. Он говорил на языке реднеков, на языке американской торговой палаты, на языке медицинских работников. Это не было имитацией. Его сознание как бы погружалось в американский образ мышления, и понятно, что это возможно сделать с помощью языка. И важный момент наступил, когда 16-й Кармапа, который был главой линии преемственности Чигьяма Трунгпе, приехал в США. Нам необходим человек, который может зажечь свечи. Срочно! Он трудился неустанно круглые часы, когда готовился к данному визиту. Заставлял людей ходить в приличной одежде. Отправлял людей приводить в порядок волосы, надевать костюмы, галстуки. Но большая часть людей приходили в военной форме, так как у них не было денег. Это злило людей. В то время людей не шокировала ни сексуальная ориентация, ни алкоголизм. Но вот одевать костюм? Вы что, шутите? Так что из-за этого большое количество студентов ушли в тот момент в виде протеста. Любые церемонии, ритуалы, практики — это способ изменения образа мысли. В первую очередь для создания определенного пробуждения, чтобы осознать происходящее и затем подключиться к определенному событию, которое имеет место быть. Тебе необходимо иметь величественность внутри себя, чтобы встретить ее снаружи. Вы рекомендуете нам подстричь длинные волосы, надеть галстуки, вернуться в основные американские институты и пытаться позитивно повлиять на них изнутри? Все верно. У нас всегда есть сложности с приручением самих себя. По сути, по этой причине нам приходится прибегать к религии. Приручение в данном контексте означает попросту быть благопристойным человеком без подъемов и падений, иметь определенное равновесие естественное состояние жизни. Подобное обучение требовало учителя, рядом с которым было трудно находиться долгое время. Как-то раз я спросила у него, почему другие студенты не хотят увидеть вас, постучаться, позвонить, приехать. Он ответил, «Я чувствую, что это из-за страха лишиться маски, стать открытым». Это было важным принципом для него. Люди должны были иметь смелость трудиться над своим самообманом. В чем состоит цель и мотивация просветленного состояния сознания, свободного от желаний и стремлений? Откуда берут свое начало эти цели? Эти цели идут из чувства доверия к самому себе, чувства ценности, чувства преданности, чувства признательности по отношению к семье и окружающему миру. На небе есть облака. Небо голубое. И лучи солнца прекрасны на востоке. И снежинки красивы, когда падают на землю. И все прекрасно. Он всегда учил нас, исходя из концепции безумной мудрости, что нет ничего достоверного и ты можешь смеяться над этим. И ты можешь смеяться над этим. Мы не хотим быть полностью здравомыслящими. И обычно это кажется нам проблемой, так как мы не можем выдержать слишком много здравомыслия. Нам бы хотелось иметь какой-то угол невроза, где-нибудь, даже в наших карманах, хотя бы небольшую сигаретку. И если ты находился в здравомыслии, то ты скажешь, «О, это было так тяжело!» Это естественно, что такой мастер не будет подтверждать ожидания людей, которые окружают его. И часто поведение мастера противоположно тому, что люди считают нормальным для благородного человека. Это тантрическая традиция Тибета. Несоответствие вашим чувствам само по себе выражает мудрость. Бенджамин Франклин говорил, «Вино является доказательством того, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы». Не такая уж и странная идея. Но он пил очень много. Как и Томас Джефферсон. Он разорился из-за того, что возил хорошее вино из Франции. Можно с уверенностью сказать, что его уровень осознанности не затрагивался алкоголем. На ранней стадии он читал лекции вместе с гуру течения западного Нью-Эйджа. Ирин Поча присутствовал на сцене и был стельку пьян. Я думаю, он не произнес ни слова. Он просто клевал носом и чуть не свалился со стула. Так что под конец беседы они в каком-то смысле позаботились о нем. Взяли его под руки и помогли зайти в лифт. И когда он оказался внутри, он выпрямился и спросил, «Как все прошло?» Он не был пьян. Он ничего не пропустил. Он просто решил таким образом вести себя с этими шарлатанами. Многие люди пытались заставить его перестать пить. Они собирали петиции и письма для него и просили всех подписывать их. «Я помню, как присутствовало, когда один человек подал ему разбавленное саке. Он поднял одну бровь и сказал, «Оно разбавлено». Это просто базовое безумие, которое другими словами называется бесстрашием. Не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Кажется, в этом основной смысл. Желание трудиться, которое основано на поддержании и ожидании высокого качества, это определение безумной мудрости. Что происходило с Трунгпа? Ситуации с сексом, проблемы с алкоголем. Я действительно защищал его, так как мне нравился буддизм. И я был знаком с таким понятием, как безумная мудрость. Но я признал некоторые недостатки всего этого. Например, он оставил нас, когда ему было 47. И все равно он мог бы прекрасно трудиться и сейчас, если бы не попал в зависимость от алкоголя. Определенно, вне зависимости от того, какой диагноз ему поставили, пил он слишком много. Люди спрашивали меня, «Как ты можешь следовать за таким учителем? Как может поступать так просветленный человек?» Я не ведусь на идею о том, что это было священно. Этот предлог нужен, чтобы сделать это нормальным. Я также не могу придумать предлог или идею видеть это ненормальным. Знаете, я оставила это в состоянии, «Я не знаю». Я не могу ответить на эти вопросы, потому что он не ответил на них. Я не могу ответить на эти вопросы, «И когда Сузуки Роси умер, Чагьян Трунгпа дал речь в центре фэн. И во время своей речи он сказал, что Сузуки Роси был великим учителем и очень дорогим другом. И в этот момент он начал плакать. Так что, возможно, он чувствовал и видел, что мы сдерживаем себя и позволил нам плакать. Даже само это было прекрасным учением. Большинство культур с момента их образования несли в себе попытку раскрыть самую благороднейшую часть человеческого духа. Ренпоча искал модели, которые сработали бы на Западе. Он не хотел просто навязывать восточные модели на западных студентов. В Америке президент США жил и работал в Белом доме, и в Европе место, где жил король, было тоже резиденцией правительства. Так что, я думаю, он осознал, что это была мощная модель, которая уже существовала. Двор был богато обставлен, и его дом являлся по совместительству центром сообщества. В Болдыре, еще при жизни Чагьяма Трунг-Паренпочи, моя основная роль называлась заведующей домашним хозяйством. В типичные вечера на дворе играла музыка. Это мог быть Моцарт, Гендаль. Ему нравилась музыка на воде Генделя. Крисп, Танк энд Чик. Британская формальность. Называли друг друга. Например, это мистер Пайсингер, а это Фордхэм. Это не только просто говорить милые слова. Это встреча всего, чего угодно, когда мы сталкиваемся с этим вместе, со сознанием потенциала, обнаруживая какую-то силу, и, следовательно, там нет ничего, что находится за рамками практики. Он привнес практику во все. Абсолютно во все. Когда пьем чашку чая, причесываем волосы, складываем одежду в ящик. Один раз я видела, как он подготавливал обеденный стол. Это заняло три часа, потому что это было чем-то наподобие произведения искусства. Он действительно нашел причину того, почему американцы говорят небрежно на английском языке. Он думал и рефлексировал. Если ты не трудился над тем, как ты говоришь, то возникала ситуация, где тело и разум разобращены. Так что речь – это то, что может соединить разум и тело. Тебе следует выровнять и синхронизировать речь, тело и разум. В итоге он поднял это на следующий уровень и начал не только обучать тому, как говорить на английском языке, но также тому, как говорить на королевском английском языке. Как говорить на английском языке и как не говорить американизмами? Хорошо. Я вам покажу пример упражнения на дикцию. Паук черный. Небо голубое. Как заманчив этот мир. Волосы Кейт черные. Ее цвет кожи белый. Ее внимание, как тетива лука. Более чем монументальный. Более чем изодранный. Больше чем умирание. Колокол свободы больше, чем антиквариат. По сути, он пытался показать, как звучали священные элементы, несмотря на то, что была видимость издевательства из-за того, что он заставлял людей повторять эти слова снова и снова. Я думаю, это было больше для полного понимания того, как звучат эти слова. На самом деле, это впоследствии превратилось в практику визуализации. Ты приходил на службу, надевал униформу и приступал к визуализации, где ты представлял себя просветленным слугой просветленного мастера. И в какой-то степени все это было правдой, было реальностью. И в какой-то степени все это было игрой. Он сказал, что для того, чтобы создать просветленное общество, необходимо изменить культуру. А для того, чтобы изменить культуру, необходимо изменить искусство. В свою очередь, чтобы изменить искусство, необходимо изменить принципы, на которых основано искусство. А эти принципы должны быть принципами искусства дхармы. Основная идея искусства во всех смыслах — это ответ на вопросы, как относиться к себе и как относиться к своему феноменальному миру с достоинством. Искусство дхармы больше, чем наблюдение за рисованием реки. Это нахождение в воде, в самой реке. Когда есть достаточно переживания пространства, мы можем отпустить напряжение и обнаружить то, что известно как изобилие мира. Тогда любое художественное начинание искусства дхармы считается священным. Когда это произошло, нет борьбы. Идея искусства дхармы — это принятие образов, а не самоутверждение. Все, что ты сделал, это увидел и нанес изображение на поверхность. Ты как бы поймал рыбу, а не создал ее. Вещи священны не в религиозном контексте, а в том смысле, что в нашем взгляде на мир есть естественное уважение. Он сидел на престоле его храма, и кто-то спросил у него, что он думает относительно агрессии в США. Он сказал, я не хочу говорить об агрессии в этой комнате. Это Дорже Касунг. Это название буквально означает «защита священного места». Чугьян Трунг посчитал, что каждый аспект социума должен быть изучен. Каждый отдельный аспект. Так что он создал театральные группы, коммерческие группы, создал образовательные учреждения, и он также создал буддийскую версию армии. Окружающим это было сложно понять, но он снова и снова повторял. До тех пор, пока мы не достигнем источника агрессии общества и не преобразуем эти энергии в силы мира, мы не сможем изменить то, как все работает. Я был вовлечен в организации и марши, которые протестовали против присутствия армии США во Вьетнаме. Я осознал, что те, кто участвует в этом, не осознают фундаментальных причин агрессии, которые находятся глубже, чем государство или армия, против которой мы протестовали. Принцип Шамбалы известен как «путь воина». И здесь это не означает, что Создатель. Стен — это воин. А воин здесь означает смелость. Быть смелым. Мы маршировали часами в форме. И время от времени у нас были посетители. И один из этих посетителей спросил у него, «Для чего вы занимаетесь армейским делом?» И его ответ был, что когда-нибудь люди увидят, как Дорже Касунг марширует по улице. И это станет причиной их желания улыбнуться. И именно в этот момент мы на самом деле изменим суть современного общества с его проблемами. Нам понадобилось 10 лет, чтобы понять, что он обучает нас традиционному буддизму. Мы этого не знали, потому что, если вы будете изучать традиционный буддизм, вы скажете, что это такое. Но у него была удивительная способность переводить это на наш язык. Так что он был способен тронуть твое сердце. Также он был способен сделать твой разум любознательным. Так что твоим постоянным ощущением было, что твой путь по правде тот, что традиционно описывается, как путь, ведущий вглубь себя. И ты постоянно открыт всему тому, чем ты сталкиваешься. На Западе легко неправильно понять слово «преданность» в тибетской традиции. Снаружи это выглядит так, что есть Великая Личность, и есть маленькие люди, которые падают к ногам этой Великой Личности. Но по факту эта традиция очень прозрачно сообщает, что учитель не имеет чего-то большего, чем ученики. Мудрость уже существует. Мы рождаемся с этим, мы умираем с этим. Мы не можем избавиться от этого. Мы не можем получить больше. Учитель показывает это. И ученики постепенно начинают понимать это. И сознания встречаются. Даже после 17 лет замужества я мог смотреть на него и думать. Я не имею никакого представления о том, кто ты есть на самом деле. Он был абсолютно непостижимым. Ты не мог предугадать его реакции. Любовь звучит как оскорбление для наших отношений, потому что он относился ко мне как к инкарнации Ламы, которым я был признан. Так что в плане любви между мной и отцом, говорили ли мы о любви? Мы не говорили о чем-то таком. Он относился ко мне, знаете, как к королю другой страны. Он всегда знал, что его намерения были хорошими и всегда мог ожидать, что он будет добр. Но по сути, я не знаю, что заставило его так думать. «Когда я еду верхом на лошади» поэма Чагья Матрунгпы «Когда я еду верхом, я держусь за седло. Когда я играю со змеями, я наматываю их на свою кисть. Когда я играю с опасными девицами, я даю им говорить первыми». Безумная мудрость, как я понимаю, означает не ставить свои ноги твердо на сторону материальности или на сторону духовного мира. Когда мы имеем только духовное мировоззрение, то мы ограничиваем себя им. Когда у нас материальное мировоззрение, мы ограничиваем себя этим мировоззрением. Но если ты идешь вне этих взглядов на жизнь, если ты делаешь дополнительный скачок, то это и есть прыжок безумной мудрости. Это выглядит, как прыжок в бездну. Но это не бездна пустоты, а бездна реальности. Он мог достичь успеха, потому что полностью посвящал себя тому, что делают. Он создал прекрасную общину, мог благополучно жить, но он никогда не думал о собственном самосохранении. Бодхисатва – тот, для кого благо других есть главный принцип в жизни. Как много мы на самом деле пытаемся соединиться со своим сердцем? и сколько конкретно из этих попыток соединиться с сердцем были оставлены, потому что вы обнаруживали нечто ужасное внутри. Он научил меня так многому. Он научил меня всему, что я знаю о сердце. Показал мне это, будучи полностью тем, кем он был, человеком, полностью человеком. И он не прятал это, не прятал своих слез, своих правил. Когда вы действительно хотите соединиться с сердцем, знать, что я, кто я, где мое сердце, просто положите руку на грудную клетку и ощутите сердце, его нежность, боль, мягкость. Оно может причинять боль. Общаясь, вы можете открывать людям сердце. Эта открытость приносит океан бесстрашия. Бесстрашие, что у вас есть возможность, чтобы мир вокруг пощекотал ваше сердце, ваше обнаженное сердце. Это был его способ говорить. Форма силы. Когда вы чувствуете эту открытость, вы становитесь сильнее. Он прожил свою жизнь подобно величайшему бодхисатве. Бодхисатва отказывается от всего, что он может сделать для себя и помогает другим людям. Это все, что он когда-либо делал. Вижу, вы заставляете меня плакать. Это все, что он делал. Не могу поверить, я пошла в госпиталь. У меня были некоторые вопросы по поводу декорации для интерьера на Тауэр Роуд. Оренпоча умирал. Я подошла к его постели, и я знала, что он не слышит меня, но я сосредоточилась на своей мысли, надеясь получить какой-то ответ. И далее передо мной появилось нечто наподобие экрана, черно-белого и неподвижного. И закончилось. Больше вопросов не было. Пояс льда покрывал три четверти гавани протяженностью почти восемь миль. Такого рода лед – нормальное явление в это время года, но он редко достигает Галифакса. Я выглянул и увидел морское побережье замороженным и холодным. Это полностью отражало то, как я чувствовал себя в этот момент, потому что он ушел из жизни. Он открыл глаза и почти сел. Все как будто ждали этого момента. Все как будто получили послание. Он общался с нами. Момент, когда он скажет, «Сейчас будут мои последние слова вам», и ощущение, что все ждут. И в какой-то момент мы начали петь гимн Шамбала. Неизвестно, когда именно это началось. Это было похоже на наше подношение ему. Он открыл глаза, когда гимн заканчивался, и сделал еще несколько вдохов. Чагьян Трункпа умер в Галифаксе, Новая Шотландия, 4 апреля 1987 года. Когда я вышел, лед начал двигаться. На следующее утро было очень много льда. Небо стало голубым. Новая Шотландия, 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 Три тысячи человек собрались на церемонию кремации Чагьяма-Трунгпы. Его святейшество Дилгог Янцаринпочи прибыл из Индии, чтобы вести церемонию кремации. Принцы линии Кагью прибыли из Секима. Я видел учителей, которые пытались подражать ему. И в течение нескольких лет все было неплохо. Но изо дня в день в течение 24 часов. Они говорят, что я не знаю, как он это делал. Либо он был сумасшедшим, либо это была безумная мудрость. Это было нечто удивительное. В фильме, подобном этому, может передаваться сообщение. Оно должно быть конкретным, поданным определенным образом. Может бросать вызов всей цели его жизни, которая заключалась в том, чтобы позволить быть нам не структурированными и гибкими. и позволить тоже окружающим, которых вы знаете, приходя к главному благу. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Я сказал, что не уверен, что это феноменально. Играет музыка Радуга Что-то в облаках Что-то в небе Что-то в небе Тибетский буддизм Он продолжает жить на Западе Книги Чагьяма Трунгпы Читают миллионы людей 214 центров медитации Курируемые старшим сыном Сак Йонгом Мипаом Ринпоче Продолжают труд по созданию просветленного общества. Можно ли было представить что-либо подобное? Играет музыка 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 Продолжение следует...